Ну как бы, это лучше бывает, ну да ладно. А еще раз, как вас зовут Лиза и... Катя. Лиза и Катя, да? Да. А вы сейчас учитесь где-нибудь в УЗИ? Работаем. Уже отучились? Да, работаем на благо общества, нам уже 23 года. И вам теперь нужно искать мужей, да? Да, ей да, мне нет. А почему? А потому что я лесбиянка, я не ангел, но и не демон. Ну, значит, ты пойдешь в роли супруги. Не знаю. Не нашлась еще, не нашлась еще та девушка, которая меня обуздает. А, то есть ты с девушкой хочешь жить, да? Забывай. Что еще раз? Что еще раз? Ты хочешь жить с девушкой? Ну, они сами же с мужиками. Не, ну ты вроде вот уже с подружкой живешь, да? Нет, я просто в гости пришла. А, она не хочет быть твоей второй половинкой? Нет. Понятно. У меня свои второй половинки хватает. А, она просто родила себя половинчатой. Она в ссоре со своим парнем, да? Нет. Счет это взял. У них все охуенно. А вы как, один год отработаете, а потом уйдете в декрет, да? Почему? Да, лесбиянки же в декрет уходят. Кстати, мне две лесбиянки предлагали, чтобы я стал их донором спермы. Господи, с самого бога они отказались. Господи, у меня есть свой спервоноситель. Вот. А потом, когда я узнал, что они сказали спермой, будем через пробирку там. Ну да. Я отказался. Я думал, на халяву потрахать получится. Нет, это в баночку подрочить. Они говорят, ты в курсе, что мы будем через пробирку твою сперму использовать? Я говорю, нет, не в курсе. Ну что, согласен. Я говорю, ну и все, я больше ничего не должен. Он говорит, нет, должен. Ты еще должен по выходным воспитывать своего ребенка. Должен с ним встречаться будешь по выходным. Я говорю, ни хера себе, съебли, обломали еще.